Всем привет. Ребята, кто-нибудь знает про город Иннополис? Что-нибудь интересное? Давай один бар. Ребята из Урбики были, мы вместе пили пиво. А еще кто-нибудь знает про город Иннополис? Можно следующий слайд? Кто-нибудь был в город Иннополис? Ребята из Хакатона приезжали. Кто-нибудь слышал, что это похоже на осколок, город с нуля? В общем, здесь, в центре города, если посмотреть на квадратик, вы видите университет. Мы там работаем с ребятами, команда сидит справа от меня. Очень классная команда. Мы разрабатываем облачную геоинформационную систему, на которой как раз одно из составляющих есть ГИС-инструменты, о которых я сейчас буду говорить. Здесь мы показываем генеральный план города. И вы видите, что сейчас на данный момент построены только вот эти дома слева, которые серым показаны. Город только-только начинает развиваться. Здесь три тысячи жителей сейчас находятся. Один час ехать в Казани. И, в принципе, очень много задач, которые нужны решать с помощью применения ГИС-анализа. Например, навигация. Если вы увидите здесь квадратики и кружочки, вы можете посмотреть, что мы взяли в первую очередь соединенные территории города и с помощью просто ГИСов решили примерно спланировать систему навигации, которая будет для пешеходов располагаться на определенном расстоянии. который будет, в принципе, в стандартном 400 метров в круге расположенном. Для велосипедистов нам больше радиус доступности. И для автомобилистов мы делаем на ГИС-анализа. Вот эти все планировочные вещи, все можно делать в ГИСах, анализировать. Но чтобы это была такая живая картина, мы как раз в университете Иннополис запустили на базе Urban Lab в лаборатории такую интересную историю. У нас есть команды, хакатоны, у нас есть партнеры, с которыми мы хотим сотрудничать, чтобы делать именно живые проекты в режиме реального времени, визуализировать данные геоинформационные, и пытаться сотрудничать с муниципалитетами, предлагать им проекты и совместно управлять и мониторить город. То, что мы сейчас делаем, это выглядит. Мои коллеги Дмитрий, организаторы хакатонов, Ксения, наш маркетолог, Джамал, бизнес-аналитик, Софья. Мы все в большой команде всегда генерируем идеи. И вот тоже ребята к нам приезжали. Ни один проект не делается без участия людей, которые постоянно тебе скидут какие-то идеи, ссылки, новости. Мы следим за Орбикой, следим за Кабидатом, следим за мировым опытом и постоянно ищем какие-то новые идеи. Здесь кратко, чем занимается Urban Lab, все эти мысли, проекты сведены пока не в исключающую такую историю. Здесь можно бесконечно придумать множество других проектов, но это те направления, которые сейчас мы собираемся развивать и, собственно, начали развивать. Городская мобильность, общественное пространство, цивилизационное развитие, муниципальное управление, геомаркетинг и социальная интеграция – это вот такие основные трендовые вещи, которые мы хотим сейчас запустить на нашей платформе и уже запускаем первые проекты, которые находимся в Хакатон. Этот проект был сделан в Казани, мы решили выбрать места наиболее подходящие, где расплавились велопрокаты в городе и привязали к сетке велодорожек, которые проектировали совместно с муниципалитетом города Казани. Здесь мы показываем точки притяжения, университеты, бары, кафе, и там написали наши разработчики за ночь Хакатона алгоритм, и мы визуализировали таким образом данные. Это B2G-проект, он такой сложный, поэтому пока у нас все на стадии переговоров, сложно это воплотить быстро, но мы сейчас пытаемся сотрудничать звонками и будем эту модель развивать. Дальше у нас есть, вот видите, вы на полисе, едет машинка, она собирает облаготочек, которые можно обрабатывать, и распознаются объекты. Одна команда радар, она уже распознала дорожные знаки, мы можем ехать, да, и навигатор собирает дорожные знаки по городу и дополняем это все к модели. Таким образом можно любые вообще объекты находить, да, визуализировать, мы видим их координаты, такие точные координаты, и потом строить уже 3D-модели. Собственно, что из этого получается, да, это один слой, один слой, который будет в транспорте, если мы посмотрим слева, сейчас давайте откроем ссылку, Парис, можете не помочь, откроем ссылку, и собирать таким образом живая уже история, которая называется так, цифровая модель визуализации и анализа городских данных. Пока это такое название первой версии, почему только даже первой версии такой с половиной, потому что мы здесь, можно приблизить, включить черную подложку, и я расскажу, да, про те слои, которые здесь есть. Мы делаем сейчас проект в рамках вот этого трендового, летающего вокруг и во всех городах концепта Smart City. Может быть, он уже всем надоел, но мы сейчас решили, что раз уж политики об этом говорят, надо начинать делать живую модель. Вот первое, можно, да, нажать 3D, включить черную подложку, либо я пойду, когда за компьютером буду вам показывать. Наверное, давайте так будет лучше. В общем, этот проект, он адрегирует все данные, да, можно мышку. Так, отлично, мне нужно, чтобы 3D раскрыть, я покажу ребятам, как это работает. Нужно именно углы поворотить. В общем, эти все данные, они сейчас загружены как раз на платформу, мы можем при клике на объект видеть какую-то информацию, это как ГИСАР, да, это внутренняя вся история с этой бутинки, но ее мы все собирали вручную. Чтобы это все автоматизировать, нужно уже написать модуль «Движок на обновление данных». И вот таким образом, например, нажимаем на строительство, да, видим легенду. Что это дает? Это дает то, что мы видим как раз в городе, какие есть объекты. Например, если мы посмотрим этажность, да, в подземной парковке можем увидеть, сколько у нас количества мест подземных, да. Вот эти дома у нас строятся высокие. И так выглядит сейчас Иннополис. Собственно, вот это мой дом. Вот это университет Иннополис. Небольшой город. Вот если подальше, да, отсутимся, то получается отказание. В принципе, вот так в часе езды находится. И если мы сейчас откроем слой туризма, то мы увидим как раз места, куда можно съездить. В общем, это такая карта, которая может позволить жителю, например, да, увидеть маршрут, там велосипеды, например. Можете на лыжи здесь покататься. Мы опрашивали людей, сама прокладывала лыжню здесь. Очень интересно. И такой портал позволяет, например, людям ориентироваться, это пока первая версия, ориентироваться в том, что есть вокруг них, здесь мы замепили все дорожные знаки в этом слое. Есть велопарковки. Тут количество мест велопарковочных. Остановки автобусные отмечены. Парковки наземные, автомобильные, да, сколько у нас мест парковочных. Даже сюда грузили дороги по генеральному плану. Здесь, наверное, со светом не очень. Здесь такие пунктивные еще идут дороги. И мы видим план развития города. Ну, собственно, это все находится в слое территориальной зоны. Если мы вот так вот зумируемся назад, да, то мы можем как раз увидеть, что совсем небольшая часть сейчас построена в городе. И эта карта интерактивная. Она как раз говорит о том, какая у нас сейчас площадь освоена, да, мы можем навести, увидеть и что нас ждет в будущем. Понятно, что генеральный план – это такая супер стратегическая история. Сюда нужно очень много финансовых положений, в том числе, чтобы вот эти объекты недвижимости дальше развивать. Да, с точки зрения планирования там и органистики, вот этих подходов. Казалось бы, застройщики могли бы давно прийти, но у нас сейчас некоторые финансовые проблемы есть с коммуникациями, да, подземными. Это очень дорого, и на полис так быстро не может расти, как может расти. Вот здесь вот интересный кейс, можете посмотреть. Именно первые этажи мы решили отметить, и коммерческие функции на первых этажах. То есть вы наводите на объект и видите, какие там у вас есть функции, да, пока это все функции в городе. Там действительно, как ребята сказали, один бар, одна пиццерия и одна кальянная. В пиццерии пиво продают, все нормально. Слой освещения. Мы сейчас тоже, да, собрались, смотрите, сколько свет в городе. Всех анализов мы били. Ну, о чем эта вся история говорит? Первый этап вот этого проекта, он подразумевает только сбор, да, и визуализацию данных. Дальше мы хотим уже подключать аналитические модули, да, и вот тоже слой с безопасностью, например, вы увидите сейчас камеры, скрытые по городу. И если мы сюда... Они очень похожи на освещение, по-моему. Видите, у него университет, очень много скрытых камер, да, и такие очень много камеры в городе. Если мы подключаем сюда бежок, на то, чтобы мы смотрим за людьми и визуализируем их перемещение, да, удачные титаны, мы можем использовать для своих, не знаю, и, собственно, если уйти в такие планировочные вещи, то мы можем увидеть как раз этапы развития города и посмотреть, что у нас в центре города сейчас достаточно такая маленькая территория, небольшая, да, ослойная, и планируются вот три этапа освоения территории вот в таком формате сейчас. Тоже есть береговая линия. По Генплану у нас там будет выход к реке, для туристов будет интересно. Для кого этот сервис, да? Этот сервис, прежде всего, делается для того, чтобы мониторить город, мониторить состояние города. Первым, главным, конечно, главной проблемой, это сбор данных, да, потому что, например, сейчас я вас постараюсь еще раз удивить немножко. Есть деревья в городе, да, и есть типы деревьев. И мы замыкли реально каждое дерево в городе, и при наведении на дерево вы можете увидеть, какой это тип дерева. Это туя, там, береза, или деревень белый, например, и год посадки. Вы нажимаете на дерево, вы видите год посадки, и вы можете следить за шиповником. Да, класс, и мы очень много изучали, да, зарубежного опыта поняли, что, например, среди за шиповником очень полезно. Серьезно, ребята у нас проходили практику в мэрии, и собирали вот ГИС, аналитики, данные по всему городу, и вот эти данные, и все реальные. То есть вот эта координата дерева, оно действительно соответствует тому, где дерево посажено. Ну, понятно, не в абсолютных координатах, да, но мы старались пройти пешком и замыкать в сел. Поэтому мы создали такой портал мониторинга вообще городской инфраструктуры, объектов, озеленения, и даже сюда территориальную зону подгрузили именно для того, чтобы спротивировать, да, вот этот умный город, подход к тому, что нужно следить с помощью как раз эти ГИС-технологии за развитием города и подключать именно модули, которые будут уже анализировать эти данные. Также по поводу сервисов. Я сейчас покажу кейсы, да, какие уже можно делать с помощью вот того, чтобы этот сервис был живой. Например, обращение жителей. Вот вы живете в городе на улице, и вам что-то не нравится, или вы хотите какую-то идею рассказать. Вы можете с помощью бота оставить... Так, можно какую-то сделать? Да, с помощью бота можете в Телеграме оставить заявку, и она замыкнется у вас на карте. Можем открыть вторую ссылку. Да, сейчас расскажу, что сделать для ребят. В общем, это сервис социальной интеграции. Вы когда живете, вам хочется, например, кино смотреть на улице, да? Вы можете отправить этот запрос через год, и Мэри увидит у себя на сайте как раз заявку. Она ее может обработать, и выделить, например, какой-то бюджет, потому что в каждый год выделяется бюджет на благоустройстве, например, да? И чтобы его правильно организовывать, да, и правильно, допустим, учитывая и запросы людей, планировать бюджет, можно пользоваться именно такой открытой историей, когда у нас есть заявки в городе, да, мы можем их обработать, посмотреть вообще на адекватность сначала, потому что это намного ускоряет процесс принятия решений в муниципалитете, да, и процесс работы вообще в городе, потому что вся эта история, мы пока рассматриваем маленький кейс, да, она очень сильно связана с мониторингом. И если мы действительно какие-то проблемы не можем увидеть быстро, то с помощью карт, с помощью вот этих кейс-технологий мы как раз можем открывать именно то, что не видно у нас там за окном соседнего двора, да, а люди нам могут просто присылать, и мы увидим такую историю. Это один из слоев, да, вот этой всей платформы, потому что платформа большая, и, как мы видели, там очень много разных слоев для, даже для оседнения, для той. Мы планируем сейчас, как развиваться, мы планируем продолжить это все с теми функциями, которые сейчас есть, на базе нового модуля, который будет отвечать за обновление данных, потому что мы все собирали сейчас вручную, у вас могут быть вопросы, и ко мне какие-то, наверное, можете мне даже какие-то советы по тому, как сделать движок на обновление данных, потому что вот эти все данные по городу и данные по безопасности, по камерам, мы собираемся в чертежей с разных-разных источников, где-то руками ходили, смотрели, как обновлять данные, как сделать город умным действительно, да, на то, чтобы это была живая история, потому что это только первый шаг, первый кейс, как это можно сделать. Второй кейс – это уже, чтобы данные автоматически сюда в каком-то виде попадали, да, мы наблюдали за городом, что он меняется, и потом принимали решение. – Вот, у меня к вам такой вопрос открытый сейчас, потому что сейчас очень, очень такой трендовый идёт движок с умным городом, но понятно, что если мы можем отработать пилот на маленьком городе, да, то понятно, можно там идти в большие, крупные города. Но даже если в крупном городе брать какой-то один там слой, да, там с жителями либо ЖКХ, то понятно, это уйдёт просто десятилетие на то, чтобы это всё изменить. К нам тоже приезжали гости недавно из соседнего района, и говорят, сделайте нам умный ЖКХ, мы хотим следить за энергопотреблением, чтобы мы видели, как там в домах у нас расходуются энергоресурсы, да, сколько людей за это платят. Мы думаем, окей, мы сделаем, но кто-то за этим будет следить, кто-то будет обновлять, да, и как данные будут использоваться, действительно ли операторы будут принимать, как принимать решение правил. Потому что тут уже идёт вторая такая вещь по тому, кто будет это использовать. Потому что мы как разработчики это понимаем, в принципе, да, а в муниципалитете зачастую нужно настолько упростить систему и всё автоматизировать, тогда уже пойдёт сокращение кадров и совсем другие вопросы. То есть вот эти технологии, они, конечно, нас очень ускоряют, но с помощью вот этого человеческого фактора можно сделать больше. Да, вопросы? А какие данные люди собираются? Данные люди сами генерят. То есть вот вы их кодите с телеграмом, да, например, у вас есть бой, вы делаете фотографию, у вас в этом коде как раз написано, выберите идею или проблему. Вы, допустим, пишете проблему, ставите там фотографию, говорите, люк открытый, там, не знаю, мой ребёнок бегает в непорядок. Это сразу там, не знаю, высвечивается на карте, и вы видите. Можно это делать не с боты, можно делать мобильное приложение, да, но это какой-то аббрикатор, который позволяет вам напрямую уже связываться с картой. Мы пока сделали боты в телеграме, потому что у нас есть в телеграме на полюсе. А с камер, вы сказали, что с камер какие-то данные люди собираются, чтобы их потом анализировать? Да. Вот смотрите, они, понятно, записываются видео сейчас, да, но так как мы делаем этот проект у нас первая версия, у нас вторая версия, планируется, так, переговоры уже с теми, кто это использует, там, смейли, потому что это камеры их, и мы будем предлагать им именно вопрос по тому, какие могут быть сервисы, да, им полезны для мониторинга вот этой, там, безопасности, например, в городе, потому что это все переговоры, и смысл их вешать, да, из них как-то не исходит. Поэтому дальше я буду работать с разработчиками по именно такому, по созданию нового модуля, да, который будет уже самим анализом заниматься. И таких кейсов вот в разной подсистеме много, например, в транспорте это анализ пассажиропотоков, да, поэтому мы смотрим по датчикам, сколько людей там 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 возит, например. И это такая очень сложная, большая история. Пока, вот, начиная с базовых слоев, все собрали, да, и далее будем дополнять по мере именно задач, которые решаются в мультипилитете. Спасибо. Скорее даже предложение. Вы используете, так называемую, некую интерактивную карту, да, для решения, там, городских служб, да, и для жителей. А насколько я знаю, в феврале я точно слышал то, что есть еще проблема с застройщиками. То есть нету определенных представителей, которые бы застраивали как раз вот тот существующий первый этап. Может быть, посмотреть в сторону бизнеса и провести определенный кис-анализ и как раз представить уже определенные решения, да, как будет это выгодно бизнесу. Да, вот мы как раз это хотели проработать про варианты развития новой территории. Мы хотели спроектировать им в рамках вот этих правил землепользовательной застройки, да, по параметрам, какие у нас есть ограничения, смоделировать такие различные совсем варианты, ну, с экономическим анализом, да, для застройщика, чтобы мы уже показали, да, потенциал развития территории. И еще как раз это является с транспортом, да, с каркасом озеленения и вообще с вот этой всей территорией города. Но у нас, говорю еще раз, проблема с коммуникациями. Они очень дорогие, подземные коммуникации. У нас тут вначале тоже был слой по оцепровке подземного слоя, но так как инженерка все закрытая, мы столкнулись с такой долгосрочной историей. Опять нужен переговор, и это будет все в муниципалитетах, в закрытом виде. Вот, и если засройщики готовы будут прийти, но у нас нет ничего подземной, да, это опять же там наша система, она может показать, каких слоев там нет, какие нужно там газ провести, да, трубы, там водопровод и прочая вещь. Но это большие инвестиции уже. То есть, да, про модели застройки мы думали. Если интересно, можете к нам присоединяться. И, кстати, по поводу работы Урмулаб, у меня была такая идея с ребятами, да, как мы собираем стартапы, собираем идеи, вот именно по вот этим сервисам отдельно, да, которые можно интегрировать в модель. То есть, если у вас есть какая-то идея по там анализу, там, пассажиропотока, который, не знаю, прилетет какие-то… Ну, давайте я сейчас расскажу конкретный кейс. У нас есть стартап Рота, который занимается мультимодальными перевозками и использует вот эту модель МАЗ, которая известна как басс-шеринг за рубежом. Сейчас в Москве есть кар-шеринг, они используют басс-шеринг. То есть, вы заказываете, допустим, с аэропорта себе такси, и вот люди, которые летели вместе, да, они как раз едут на одном автобусе, там, или на такой маршрутке, да, и она ведет уже по тем местам, где они заказали мобильное приложение. То есть, она экономит, там, себе деньги на пенсиль, да, и люди экономят время, потому что им не нужно ждать слишком долго, там, такси, да, и это будет дешевле, потому что, как вы считали, тут, там, 100-200 рублей всего лишь в год. И вот такого рода кейс мы можем интегрировать на платформу, да, и потом уже показывать как отдельный сервис, и его можем интегрировать. Потому что вся эта история пока, в первую очередь, ориентирована на B2G и на людей, которые будут просто пользователи, там, системы. Они могут смотреть, какие есть интересные места, они могут смотреть про город, там, не знаю. Бизнесу, конечно, было бы интересно про коммерческие площади, посмотреть, да, на первых этажах, какие доступны, какая там арендная ставка. Но это, действительно, такая уже больше информационный агрегатор с помощью карт, да, как представить информацию. Потому что можно, там, на афише, да, что-то прочитать, да, какие-то мероприятия можно на карте увидеть. Ну, и, понятно, не надо всё на карту нести, да, нужно понимать, для каких задач нужна вот эта интерактивность. Глобый вечер. А это у вас классный или коммерческий проект? Давайте на этот вопрос ответит Софья. А это у нас сейчас такой государственно-имиджевый проект, ну, даже так, инополисовское имиджевое, вот. А то есть государственное, да? Да, 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 да. А почему у государственного проекта проблема с государством? Это Россия. Почему с ними все играется? Все же у нас уже как-то. По моему телеграфу, ну, визбор функционирует в реальной мере, жители... Но он сейчас при счёт. А у нас какой сын я вообще от вас еду. Ещё, ещё можно вопрос один? А доступ можно получить в эту систему? Конечно, вы можете просто открыть ссылку 4D и на полис университет.ру и всё. А можете посмотреть внизу, здесь написано, да. Можете посмотреть и просьба, если у вас будут свои идеи, да, по модулям, по движкам для «Умного города», пишите мне, пожалуйста, на почту. Потому что это очень важно сейчас включать именно идеи того, как, во-первых, обновлять данные. Во-вторых, как есть связь с пенсиным решением. Да, у вас вопрос? У меня очень простой вопрос, и я хочу узнать. Может ли обычный россиянин купить квартиру на полис? Купить квартиру нельзя, можно купить тонхаус и арендовать квартиру. Ну, то есть, арендовать можно? Либо тонхаус. Вот тонхаус справа, там, вы, я могу показать, трёхэтажный. Стоит от 5 миллионов, не так долго. Вот, кстати, для жителей, мне кажется, было бы классным сервис, если бы мы видели ставку аренды, сколько стоит аренды и сколько стоит тонхаус. Для этого можно зайти на ресторан и посмотреть. Да, 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 общаться со строщиками, говорить, мы вам берем деньги за рекламу, а мы вас будем пиарить, да, и вы купите тонхаус. Наверное, да, так. У меня вопрос про невижимость, а ладно, ЮАЗ, там нет, но… Вопрос такой, но вы же, когда делали проект, у вас там есть бизнес-аналитик, ещё вот это. Вы же изначально должны были понимать, что ваш проект должен быть масштабированный. Конечно. Сейчас это похоже на выпускную работу студента. Ну, я извиняюсь, но выглядит так. Я сейчас прокомментирую, да, у нас есть… Давайте я сейчас прокомментирую. Да, вопрос такой. Смотрите, по поводу того, что мы сейчас делаем, мы сейчас обогнаем все 26 городов в России, которые вошли в пилоты по умным городам. Это фестеральная программа «Цифровая экономика города». Там есть направление «Умный город». Это официальная программа, которая утверждена, и инополис «Город» вошел в пилоты по умным городам. И мы сейчас делаем именно вот этот государственный проект в рамках вот этого всего проекта. Но так как 26 других городов России, они очень большие, крупные и очень долго будут раскачиваться, мы нашу вот эту модель уже запустили давно вперёд до того, как подтвердилась ещё дорожная карта, потому что мы её начинаем на этапе становления смотреть. Все проекты по дорожной карте и по реализации этого «Умного города». То есть, если тут вопрос по реализации и нужности этого проекта, то по срокам мы вообще сейчас их обгоняем. И по поводу, там, не знаю, работы… Я не знаю, вы молодцы, я про то, что… Это есть запрос официальный, да, есть цифровая вопроса. Есть государство, которое хочет к себе сделать какой-то интерактив, да, и понимать, как города можно управлять и мониторить. И мы этот вопрос вместе с бизнес-аналитиками тоже прорабатываем. Конечно, здесь никаких… У меня вопрос… Кейс очень простой. То есть, сделать, например, на территории той же Казани, да, как большого города, ну, действительно, не очень реально. А если мы смотрим на Татарстан, то есть, мы сейчас прорабатываем с отдельными районами, принципалитетами, демонстрируя некий там такой графовый проект Эннополиса, как потенциальную базу для того, чтобы уже прикручивать туда и нужный отдельный муниципалитет в Татарстану и каких-то районах и так далее. То есть, все масштабирование сейчас, да, упирается в какие-то не очень крупные муниципалитеты именно на территории Татарстана. И этот проект, он сделан он реально вот с точки зрения этого… продвижения, по крайней мере, по нашей территории. Вот. То есть, мы масштабируем, но мы все равно находимся. Это пока первые шаги, конечно. Если мы отпилотим какие-то нормальные сервисы, можно показывать другим крупным продам. Но нужно опять понимать по обновлению данных, да, и как это будет использоваться. Вопрос, на самом деле, в другом. Изначально закладываю на то, что ваш город будет развиваться. И изначально это вопрос про, ну, про большие данные. Это вопрос про коммуникацию. Если мы посмотрим в другие регионы России, в другие города, то вы узнаете, что, например, цифровые модели и ЕГИСы используются повсеместно. Есть слои в муниципалитетах, и они обязаны быть, например, в пилотных правах областях, типа Красноярского края, реализовать всю теплосеть для всех городов. И они это реализовывают. Я не знаю, что я вступлю в «Скору». Давайте. Нет, не «Скору». А «Скору» – нет. Это тема компенсации. Хорошо, нет. Мы хорошие решения. Я же называю «Скору». Виртуальные. И вот. Какая-то проблема по теме коммуникации во многих городах. Все, которые работают в СУБД, разработчики. Кто-то хочет делиться. Ресурсные. Где-то делиться. «Газпром», «Любанкаф» хочет давать свои сети. И водопроводники. Так что, то, что реализуются в каких-то городах, все повсеместно, это точно не правда. Потому что, ну, сложно. Я на тему масштабирования, ребят. Я не на тему того, что данных нет. Я на тему того, что есть уже возможность поговорить с коллегами, как они работают с этими данными. Они уже реализовывают задачи. Конечно, мы хотим это сделать. А у нас с конференциями, я думаю, что занималась пара человек, и то по планам. Конечно, да. Мы как раз переехали сейчас на Московский форум общаться с этим вопросом. И именно рассказывать о планах внедрения, масштабирования и думать как раз об этом все. Потому что начинать нужно с чего-то, да. И на полюс он такой классный вообще кейс для экспертментов. Потому что здесь на маленькой территории можно отработать разные-разные проекты. И вот первые проекты, которые сейчас спускаются, это вот обращение жителей. Самые такие простые кейсы, которые мы будем использовать. Он уже такой, живой более-менее. И остальные сервисы, конечно, по масштабированию. Вопрос хороший. Вопрос сложности вообще тут. Государственные я понимать не буду. Да. Но если мы ничего делать не будем, да, то наши города никогда не поменяются. Я все понимаю. Да. Но начинать нам нужно именно с того, что мы показываем, визуализируем, да, с помощью вот нашей кисти технологии, то, как живет город и как он может развиваться. визуализируем. Ага. Вот. Вот. Смотрите. Ну, первый сайт. Мы участвовали с этой командой. Вот тут сидит Филипп, наш один же разработчик. Мы участвовали вместе в конкурсе «Открытые данные» как раз. И делали сервис по капитальному ремонту. И мы парсили сайты, где есть информация о каждом доме. Да. Были открытые данные. Были открытые данные на портале. Мы… Привет. Так. Я говорю, что мы парсили, да, эту историю. И у нас автоматически там по геопривязке на карте мы видели дом, да. Отображалась информация, которую мы могли найти. Далее мы как раз собрали такой сервис и опять он получился B2G и никому, собственно, не нужный за какие-то там большие деньги, да. Поэтому вот эти вещи, связанные с открытыми данными, да, и с большими данными, их очень сложно пока придавать. То, что здесь сейчас в городе нет открытых данных, нет больших данных, нет город маленький. Да. Вопросы какие еще? Мы готовы дать вам слой открытых данных по стаблоте и выдачи ОЗОНа. Поставьте их в это, пожалуйста. Да. Мы можем, конечно, подойти на эти вопросы. Мы можем вам разоставать. Если нет, мы откроем у вас кучу маленьких. Хорошо, вы можете поделиться своими открытыми данными и подумать, какой слой может здесь, да, дать какую информацию, да, вопрос к вам, да, как к специалистам, какую еще информацию мы можем, какую мы не заметили и как получилось. Можете дать совет, мы обязательно это интегрируем в наше решение. А где дикие животные есть? Нет, откуда нам взять, какой, напишите сайт, напишите скрипт, мы попробуем его с разработчиками, это впилось. Что нам не хватает здесь? У меня вопрос. Вы использовали спутниковые данные, которые можно взять в открытом доступе и не надо ни у кого спрашивать? У нас будет цифровая съемка, может, да, окей, хорошо. Ее можно и сейчас уже взять. Мы могли бы взять, но у нас круче проект. Сын, расскажи пока. Да, по поводу съемки, там отдельная история, мы специально не брали спутниковые данные, потому что… Но вы могли тогда школьников не заставлять считать шиповник? У нас были, да, возможности использовать, как красиво, распознавание растений, вот эти, да, вы об этом говорите. Конечно, мы все это прорабатывали, но к этому времени у нас не было съемки. Высокоточная, наверное, на полюс. У нас были те съемки… Господа, я прошу прощения. Знаете, что я хочу сказать, что, к сожалению, в этом помещении после определенного часа выключается вентиляция. И дышать становится тяжело. Лучше нам, наверное, все вопросы задать… Да, пишите на почту, у кого есть дополнение. Уже, когда выйдем из этой аудитории, начали здесь сейчас все немножко так и заяснить. Да. А кислород кончается? Ну, будет тяжело после определенных средств. Я думаю, что вот эта история будет развиваться. А по поводу съемки… Мы делаем съемку, у нас будет ЦНО, как дальше здесь. Мы будем вытаскивать изолинии, у нас будет рельеф. И это все очень будет точно развиваться в таком другом способе. Первые шаги… Окей, любые предложения всегда пишите. Мы поэтому пришли поговорить, диалог, и понять, с чего вообще можно начать, да, чтобы как-то визуализировать город вокруг. Потому что то, чем мы сейчас пользовались, да, вот этими причинными методами с помощью ГИС, у нас, я считаю, получился достаточно такой исчерпывающий сегодня проект именно, который несет какую-то информацию полезную, да, для людей, для муниципалитета. Остальное – все готово. Большое спасибо. Я все-таки надеюсь, что там будет чем-то высшее. Данные, которые мы сможем использовать в субтитрах. Вы можете написать на почту, какие данные помогут этому проекту.